Добрый день, очень много вопросов с просьбой разъяснить, что это за проект ставки на рынки. После новогодних праздников я его запустил на своем канале, но сначала, так сказать, в рамках собственных прогнозов по трем рынкам. Валютный рынок, рынок акций России, американский рынок акций. Вот эти три сегмента, в каждом пять активов я выбираю и делаю определенные ставки на неделю. С понедельника по пятницу в понедельник вход, short или long, то есть длинная или короткая позиция. Итоги подводим уже по закрытию пятницы, то есть каждое воскресенье я подвожу итоги и делаю новые ставки. То есть в субботу итоги, в воскресенье новые ставки. Идеология проекта достаточно простая. Среднесрочные и долгосрочные ставки, то есть инвестиции, сейчас делать чрезвычайно сложно ввиду геополитических процессов. Мы их предсказать не можем, мы их как-то трендово отследить тоже не можем. Технический анализ на геополитику мы тоже не можем наложить. Это все, так сказать, конспирологические домыслы могут быть, ожидания они могут реализовываться. Но это не рыночная такая ситуация. Поэтому есть интерес к коротким ставкам. Вот неделя буквально предстоящая или следующая. Понятно, как будут развиваться события, понятно, какие будут входные данные, какая макроэкономическая статистика отчетности корпорации. Из этого можно исходить, делая определенные короткие ставки на рынке. Кого это может привлекать, кому-то это чуждо, но определенный интерес есть, исходя из текущей обстановки. Постепенно уже к этому процессу присоединяются профессионалы. То есть там делают ставки я, делают ставки, теперь уже еще некоторые представители финансового сообщества авторитетные. Я думаю, к этому процессу присоединятся вот и другие практикующие трейдеры, опытные, которые реально торгуют большими достаточно объемами. Этот вопрос мы обсуждаем. И вот постепенно, постепенно такой круг людей будет определен, они будут делать ставки. Дальше мы выйдем на определенный уровень. Я имею в виду, прежде всего, по продвижению этого проекта в средства массовой информации. Ну, конкретные вещи будут, естественно, только на канале Богдана в курсе. Ну, это по подписке, как зайти и как подписаться, вы можете посмотреть. Теперь пару слов в паралонку, потому что тоже я нечасто об этом говорю. В рамках канала постоянно, ежедневно, но вот в общественном поле нечасто говорю. Моя позиция по отношению к рублю негативна. После видоизменения бюджетного правила, с моей точки зрения, рубль больше имеет склонность к ослаблению, причем такому достаточно постоянному ослаблению. На внешних площадках игра в мягкий федрезерв, но эта игра, напоминаю, 2008 год, когда, так сказать, рынок играет на смягчение определенное со стороны Центрального банка, но по факту начинает обратно развиваться негативная тенденция, так как рынку нужны дополнительные смягчения, и все мягче и мягче должен быть американский ЦБ, пока не дойдет все до операции количественного смягчения. Вот в такую парадигму мы вошли. На этом все. Удачи и до встречи.